В настоящее время коридоры и фойе главного бюро медико-социальной экспертизы по Крачаевой Черкесии пусты. По распоряжению Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации с 30 марта все специалисты бюро работают в обычном режиме. Но осветлистывание граждан проходит заочно. Как в ближайшие полгода будут жить люди с ограниченными возможностями здоровья? Об этом сегодня в нашем интервью. На некоторые актуальные вопросы касательно этой темы сегодня будет отвечать главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Крачаевой Черкесской Республике, врач по медико-социальной экспертизе высшей квалификационной категории Зуриды Мухаммедовны Аргунова. Зуриды Мухаммедовны, сегодня мы живем в очень большом, просто огромном море всевозможной информации. Но мне кажется, что самую верную информацию мы получаем из первоисточников, ну что называется, из первых уст. Поэтому я предлагаю сегодня нам с вами построить нашу беседу в форме вопроса и ответа. Добрый день, я рада вас видеть в стенах нашего учреждения. И вот первый вопрос, который пришел к нам от нашего телезрителя, звучит так. По телевизору сказали, что новый порядок признания инвалидности продлили еще на 6 месяцев. Правда, что никуда не надо ходить, а выплаты будут происходить автоматически. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, а также в целях реализации прав инвалидов на социальную защиту правительством Российской Федерации принято постановление от 16 октября 2020 года о временном порядке признания лица инвалидом. Номер этого постановления 1697. При отсутствии направления временным порядком предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности на 6 месяцев тем гражданам, у которых срок очередного переосвидетельствования наступает в период со 2 октября до 1 марта 2021 года включительно. Вот еще один телезритель, но фамилию которого мы не будем сегодня назвучивать, пишет нам, мне позвонили и объявили о том, что продлили инвалидность до 1 марта 2021 года. Я не понял, пишет нам мужчина, мне надо получить справку об инвалидности вновь. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности и индивидуальной программы реабилитации, то есть документы, оформленные по результатам медико-социальной экспертизы, будут храниться в учреждении медико-социальной экспертизы. Еще один вопрос, нам его прислала телезрительница из города Черкеска. Есть информация, что пенсионный фонд автоматом будет платить эти полгода. Зачем тогда справки на полгода, спрашивают женщины. Пенсионный фонд будет продолжать выплаты по инвалидности только при наличии сведений о результатах медико-социальной экспертизы, то есть справки об инвалидности. Давайте еще рассмотрим такую ситуацию. Допустим, что до настоящего времени в категории инвалид находился несовершеннолетний, то есть ребенок. Продлят ли инвалидность гражданину, которому исполняется 18 лет, в течение этих 6 месяцев? Или в таком случае предусматривается какой-либо другой порядок? Продление инвалидности гражданину, которому при предыдущем освидетельствовании была установлена категория ребенок-инвалид, до достижения возраста 18 лет и срок переосвидетельствования которого наступает в период действия настоящего временного порядка, осуществляется путем установления первой, второй или третьей группы инвалидности на срок 6 месяцев в соответствии с заключением бюро МСЭ о степени выраженности расстройств функции организма, сведения о которых имеются в протоколе проведения медико-социальной экспертизы при последнем освидетельствовании. Скажите, пожалуйста, каким образом и в какие сроки все сведения о установленной инвалидности будут передаваться в пенсионный фонд? Сведения о результатах медико-социальной экспертизы в течение трех рабочих дней с даты вынесения решения нашим учреждениям предоставляется в пенсионный фонд. Всем известно, что люди с ограниченными возможностями здоровья получают еще и технические средства реабилитации. Вот аналогичный вопрос, как эти сведения поступают в социальный фонд для того, чтобы гражданин получил необходимые средства реабилитации? В сведения о рекомендованных реабилитационных мероприятиях в части обеспечения техническими средствами реабилитации в течение трех рабочих дней также предоставляется в фонд социального страхования. В это непростое время специалисты бюро медико-социальной экспертизы работают в обычном режиме. Какие-то изменения произошли в вашей работе? Как, допустим, устанавливается группа инвалидности для гражданина, который впервые обратился к вам? Медико-социальная экспертиза при первичном освидетельствовании проводится по направлению на медико-социальную экспертизу из медицинской организации, которая передается посредством курьера. Медико-социальная экспертиза гражданам при первичном освидетельствовании проводится заочно. На основании анализа представленных медицинских документов устанавливается группа инвалидности взрослым или категории ребенок-инвалид детям в возрасте до 18 лет. Есть ли какие-то изменения по сравнению с предыдущим порядком в вашей работе? Да, по новому порядку, при желании гражданина, медико-социальная экспертиза в порядке обжалования в Главное бюро, в Федеральное бюро может быть проведена очно. И еще хочется дополнить, всем детям, страдающим фенилкетонурией, инвалидность устанавливается до 18 лет. Ну что ж, к сожалению, время в эфире у нас ограничено. Спасибо вам большое за это интервью. Желаю вам успехов в работе и будьте здоровы. Спасибо вам большое. Вы освещаете нашу работу всегда. Вы доносите все необходимое от нас, нашему населению. Спасибо вам большое.